Масштабные ограничения деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей обязали российских ученых искать новые пути решения в поиске необходимых материалов для разработок. Так, например, химики остались без важных компонентов для создания композитных материалов. Чтобы получить композитный материал, который нас окружает и за которыми будущее, в первую очередь есть два компонента. Это основной полимер массив и какой-то наполнитель. Чтобы как-то внедрить одно в другое, нужны дополнительные вещества, которые помогают это сделать. Нужно увеличивать такие характеристики, как смачивание, адгези и так далее. Все это делается с помощью поверхностно-активных веществ. Точно так же, как и у нас на кухне. Просто вещества гораздо более суровые и более точно настроенные. Композитные материалы представляют собой многокомпонентные системы. Их составляющие отличаются по физическим и химическим свойствам. При этом в сочетании друг с другом они создают новый материал или улучшают характеристики одного из них. Как правило, композит обладает набором новых физико-химических характеристик, которые обеспечивают его востребованность в строительстве, автомобильной промышленности, трубной и резервуарной технике и в медицинских технологиях. Это такие очень специфические вещи, которым нужны запредельные характеристики прочности. При этом они должны быть легкие. И это в первую очередь композиционный материал. Такой грубый пример композиционного материала. Если вы просто возьмете и отольете стену из бетона, она у вас развалится. Но достаточно в нее вставить арматурины, вот все, пожалуйста, она уже не развалится. Стоит 50 лет, ничего не будет. Вот пример композиционного материала. Ученые Казанского федерального университета подобрали необходимые условия, при которых технологический процесс получения композитных материалов работает полностью на российском сырье. Все это мы делали в рамках работы с компанией «Рекон», которая, в принципе, достаточно известна как производитель композитных материалов, красок, эмали и прочего. То есть, такой достаточно утилитарный, но нужный проект. В проекте были задействованы студенты, аспиранты и научные сотрудники Казанского федерального университета. В несколько этапов им удалось ответить на вопрос, почему российские аналоги работают не так эффективно, как зарубежные, и в чем их разница. Одним из уникальных методов работы ученых оказалась так называемая ультрамикроскопия. Это анализ траектории наночастиц. Один из главных способов оценки количества визикул, которые продуцируют клетки, а именно как клетки общаются между собой, они берут белок, капсулируют его в визикул и выпускают. Комплекс научно-исследовательских работ по подбору условий замены импортных материалов на российские для ученых Казанского федерального университета – вызов. Такая работа с промышленностью позволяет расширить границы химии и выйти на новый уровень практически емких исследований.